Нужно отказаться от навязанных нам 30 лет тому назад либеральных принципов. Для этого надо радикально изменить кредитно-денежную политику. Ну, как это делал Китай, который даже дивиденды запрещал выводить за пределы страны. Ну, вообще говоря, продолжение политики денежных властей Центрального банка и Минфина, направленное на максимальное ужесточение жизни населения, повышение цен, уменьшение их доходов, зажим бюджетных расходов. Новое руководство правительства пытается эту ситуацию изменить, но, скорее всего, по итогам этого года будет та же картина, что была по итогам предыдущего, когда больше триллиона рублей в экономику, уже расписанных по бюджетной росписи, так и не попали в экономику. Ну, немедленно сделал Владимир Владимирович Путин, который дал денег всем, кому можно было дать. Но теоретически можно дать еще кому-нибудь, инвалидам или еще кому-нибудь, или многодетным семьям дополнительно, или еще чем. У нас очень много категорий лиц, которым жить очень тяжело. Но, в общем и целом, нужно менять экономическую политику, а для этого надо радикально менять состав экономического и финансового блока правительства. С точки зрения соблюдения интересов МВФ, они работают невероятно эффективно. МВФ поставил еще в начале 90-х перед российскими денежными властями либеральными следующие две задачи. Первая – не допустить ограничений на вывод капитала. И мы видим, что эти ограничения неуклонно снимались. И второе – не допустить, чтобы рубль был инвестиционной валютой, чтобы можно было делать инвестиции в рублях, чтобы это было выгодно. Эта задача решена блестяще. Именно по этой причине денежная масса в России столь маленькая. Монетизация экономики всего 40% при норме 100%. Связано это с тем, что инвестиционная часть в денежной массе просто отсутствует. И это, конечно, полное безобразие. И без не просто смены персонали, а без смены политической группировки, которая контролирует финансы и экономику, тут сделать ничего нельзя. Это зависит от того, будет ли изменено правительство и будет ли оказано давление на руководство Центробанка. Кроме того, не исключено, что будут продолжаться проблемы, связанные с внешними факторами. Например, я не исключаю, что может начаться война в Закавказье и могут начаться очень крупные проблемы в Средней Азии, которые могут так или иначе выливаться у нас. Потому что, давайте скажем правду, группы влияния исламистские в очень многих российских городах за последние годы сформировались. Главные предложения партии Родина состоят в следующем, что нужно отказаться от навязанных нам 30 лет тому назад либеральных принципов. То есть, нам надо ужесточить валютный контроль во всех его проявлениях и следить за тем, чтобы деньги не выводились. Ну, как это делал Китай, который даже дивиденды запрещал выводить за пределы страны. Инвестируйте здесь. И второе, необходимо сделать так, чтобы рублевые инвестиции в свой бизнес, малый и средний, были выгодны. Для этого надо радикально изменить кредитно-денежную политику. Первая задача – это изменение кредитно-денежной политики. Я бы сказал так, при правильной кредитно-денежной политике мы уже через 6-8 месяцев можем из продолжающегося 9 лет экономического спада выйти путь в маленький, но рост. Все остальные меры, которые тоже нужно делать, еще на протяжении года-полутора могут нас вывести на масштабы роста 8-10% в год, как это было в 1999-2002 годах, когда соответствующую политику проводил Виктор Владимирович Герасченко. Виктор Владимирович Герасченко